Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и сегодня наш подкаст будет посвящен Яндексу. Да, я впервые хочу рассказать про Яндекс, немного уделить ему внимание, потому что я незаслуженно ему обхожу мимо и хотелось бы поговорить немного о этой поисковой системе. И этот подкаст будет посвящен тем новичкам, которые хотят начать свое продвижение в Яндексе и не знают, за что в первую очередь схватиться. Итак, поехали! В своем прошлой статье я рассказывал про факторы ранжирования в поисковых системах, статейка за 2019 год. Кое-что изменилось, но не так категорично и сильно. Яндекс не настолько активно внедряет изменения, но кое-что он таки внедрил. И я хочу этот подкаст дополнить в свою статью, актуализировав в ней данные. В первую очередь, конечно же, основываемся на факторах ранжирования. И я бы хотел поговорить, на что обращает внимание Яндекс. У Яндекса отличные свои переходы, но приоритеты, по которым он ранжирует ваш сайт, в первую очередь, это региональность. Поэтому первое действие, которое вы должны сделать, это определить региональность своего ресурса. Региональность ресурса проверяет, настраивается непосредственно в Яндекс.Вебмастере в разделе региональность. Это все очень просто. Здесь вы добавляете свои данные в справочнике. И непосредственно только в справочнике вы можете отредактировать свой регион конкретного города и указать, где вы находитесь. Например, для одного из своих клиентов я могу показать это с легкостью. Если вы смотрите сейчас у меня по видео, то, конечно же, вы это увидите. В Яндексе региональность вы заполняете карточку справочника, полностью заполняете все поля, избавляетесь от дублей. Это очень важно. То есть, дубли, которые мы нашли, от них нужно избавляться. И сосредотачивайтесь на основных страницах, которые у вас есть в справочнике. Более того, справочник позволяет заполнить всю информацию полностью, выбрать определенные ваши все сайты, почты, где вы работаете. И, само собой, можно добавлять всевозможные адреса для ваших филиалов. Здесь же можно регулировать вопросы отзывов и тому подобное. Помните, Яндекс.Справочник это шаг номер один для вашего продвижения в конкретном регионе. Не думаем о поддоминах, об этом мы затронем чуть-чуть позже. Едем дальше. После региональности, само собой, в самом вебмастере нужно указать четкий регион. И этот регион определяется по странице, которая есть на вашем ресурсе. Если ваша страница есть на сайте и в контактах прописан адрес, в подвале сайта прописан адрес, Яндекс.Вудмастер сверяет тот регион, который вы выбрали и подтверждает эти данные. Если у вас регион никакой не прописан, обязательно в подвале его нужно прописать. С региональностью также есть еще третий трюк, когда вы создаете поддомины для каждого города, для каждого региона. Яндекс проглатывает одинаково как поддомины, так и ссылки с параметром. Мы это уже обсуждали на вебинаре. Если вы вебинар наш не смотрели, обязательно сходите, посмотрите наш вебинар SEO продвижения без воды с Андреем Гулом. И мы рассказывали, как продвигать такого рода сайты в Яндексе. Яндекс пока еще съедает все и это помогает для продвижения. Итак, если по поводу региональности у вас вопросов нет, едем к следующему фактору ранжирования. Это поведенческий фактор. Есть нюанс, что весь поведенческий фактор вы здесь померить не сможете. Ну, попросту никак. Единственный вариант ваша замерить поведенческий фактор это Яндекс Метрика. В Яндекс Метрике, конечно же, можно изучить поведение пользователя, по каким страницам он путешествует, как он на каких страничках останавливается. Полностью вообще путь всего клиента можно вообще увидеть полноценно. То есть, в этом плане очень удобно в Яндекс Метрика, позволяет увидеть во всевозможных отчетах посещаемость по страницам и тому подобное. Поэтому Яндекс Метрика должна быть попросту основной показатель вашего ресурса. Ваша цель изучать показатели отказов, время на сайте, изучать скорость загрузки, как пользователи переходят из поисковых систем, изучайте источники трафика, откуда пользователи переходят само собой. И обязательно смотрите, какие страницы посещают чаще всего. И на это обращайте внимание, какие страницы имеют наибольший отказ и работайте с ними. То есть, если страница не имеет наибольший отказ, значит, вероятно, пользователь не сочел ее полезной. И поэтому на этой странице нужно обязательно добавлять более хороший контент. Это ваши слабые места, при помощи которых вы можете с легкостью доработать свой ресурс. Обязательно сосредоточьте внимание на тех самых страничках, которые имеют низкий показатель, точнее, завышенный показатель отказов. И работайте с этим. Едем дальше. Следующий фактор ранжирования, на который я бы обратил, это возраст домена. Следует помнить, что Яндекс очень любит старые домены. Не новые, а именно старые. Поэтому старайтесь ходить на биржи и покупать домены заранее. Держите их под себя. И желательно разместите на них какие-то лендинги для вашей будущей компании, пока вы еще развиваете, делаете свой сайт, пока вы только задумывали свой сайт. Повесьте на нее временный лендоз, на этот домен. Пускай там висит просто информация о компании, ваш адрес, деятельность, скачать прайсис, все что угодно. Ну, какая-то минимальная доступная информация, пускай на нем будет. Помните, что вы сделали сайт сразу за регулярно. Если у вас нет сил на большой интернет-магазин, сделайте маленький. Возьмите просто реально лендинг с парой страниц. То есть малостраничный сайт сделайте. Пускай он будет не интернет-магазином, но обязательно сделайте все первые шаги, которые я сказал. Теперь переходим к текстовому содержанию страниц. Обратите внимание, я рассказывал в прошлом подкасте, что текстовое содержание страниц является ключевым фактором. И на это нужно обращать внимание. И следующим пунктом будет On-Page SEO. Яндекс очень чувствителен к микроразметке. Микроразметку можно непосредственно смотреть на ресурсе, непосредственно в разделе инструменты. Можно проверить микроразметку на сайте и как она у вас реализована через валидатор микроразметки. Вбивая свой сайт, вы можете увидеть, как он, какую микроразметка на нем установлена. И само собой вы сможете с легкостью проверить, грамотно ли она у вас реализована, какую микроразметку, как ваш контент видит Яндекс. Учтите, Яндекс реально видит как робот. Здесь вы видите, какой контент видит робот, как он разбивает, какие поля. И это ключевой фактор, как парсер микроразметки обрабатывает вашу страницу. Вы должны это проверять. Следующим фактором является технический фактор ранжирования. И здесь вам снова помогает Яндекс.Метрика, где вы можете изучить скорость загрузки, отрисовки страницы и обратить на это внимание. Если у вас проблемы с скоростью загрузки и сайт на мобильных устройствах грузится очень тяжело, вам на помощь, конечно же, приходят турбо-страницы. И турбо-страницы это такой своеобразный способ лечить проблемы вашего сайта, в которых вы можете настроить полноценное отображение ваших страниц через турбо и выводить сайты на мобильной выдаче без каких-либо огрех загрузки. Итак, и последний момент. Последний момент у Яндекса это ссылочное ранжирование. Следует помнить, что Яндекс к ссылкам относится очень скрупулезно. Вы не можете пойти на биржу, накупить кучу ссылок и сказать, вау, мой сайт двигается. Нет, Яндекс очень критично относится к ссылкам, которые вы получаете. Поэтому лучше вы, если будете покупать ссылки на той же бирже Миролинкс, вы будете делать качественные статьи, писать качественный контент с картинками, с скринами, то есть с инструкциями и ссылаться на себя, чем будете просто бездумно скупать ссылки на Гогите или на том же Сейп. Это не даст никакого результата и сайт попросту не продвинется никак. Итак, в этом Блиц-подкасте я рассказал ключевые факторы ранжирования в Яндексе. Надеюсь, у вас вопросов нет, а если они есть, обязательно задавайте нам их в комментариях. Комментарии можно задавать в Телеграм-канале, можно непосредственно на нашем Ютуб-канале задавать. Не забываем подписываться на наш подкаст, у нас самый лучший подкаст в Рунете непосредственно по продвижению в Ютубе и по продвижению в Гугле, продвижению в Яндексе и контекстной рекламе. Итак, до новых встреч! До новых встреч!